Официальные партнеры программы «Новости дня» – медицинская лаборатория «Гемотест», торговая группа «Абсолют», компания «Оптик СССР». Куда отправят тех, кто хочет служить по контракту? В Бурятии набирают военных. Об этом и не только сегодня, а в нашем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите «Новости дня». С последними событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты телекома. И сначала коротко о главных темах. Из-за какой-то вот этой вот нелепой оплошности вот это все начинает возгорать. Сразу два пожара на кладбищах. Огонь повредил несколько захоронений. Удешевляет конечную продукцию, открывает новые рынки, повышает конкурентоспособность нашей бурятской тушенки. Второй – на Дальнем Востоке. В Бурятии появился новый завод по производству консервных банок. Здесь присутствуют тракторы и экскаваторщики с GPS-ом. Фундамент готов. В столице Бурятии продолжается строительство нового аэропорта. В преддверии родительского дня на городских кладбищах произошли пожары. Огонь добрался до нескольких захоронений. Подробнее об этом, а также погоне со стрельбой в одном из районов республики в нашей рубрике «Горячая линия». В Лонде произошло несколько пожаров на городских кладбищах в микрорайонах Горький и Стеколка. Сразу два случая возгорания были обнаружены практически с разницей в час. Сотрудники всех пожарных организаций оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня. Сегодня в 12 часов 45 минут поступило сообщение о возгорании на кладбище микрорайона Горький непосредственно. По прибытии на место было установлено возгорание мусора и сухой растительности. И в связи с усилением ветра площадь данного пожара распространилась на большую площадь. Из-за быстро распространившегося огня выгорела сухая и растущая трава. Были повреждены несколько могил и ряд других сооружений. Конечно, это неприятно. Это же память. Память о своих родственниках, об умерших, о погибших. И вот из-за какой-то вот этой вот нелепой оплошности вот это все начинает возгорать. К слову, огонь обошел стороной уже убранные могилки. Мы каждый раз накануне родительского дня ходим, убираем траву. И поэтому у нас травы-то нет, и поэтому гореть было нечему. А вот кто траву не убирает, там она и загорается. Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всему населению нашего города о том, что соблюдали правила пожарной безопасности. Причина возникновения данного пожара – неосторожное обращение с огнем местного населения. Сейчас оба пожара ликвидированы. Причиной двух возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Переходим от пламени к стрельбе. В Тарбогатайском районе сотрудники ГИБДД задержали угнанный автомобиль. На кадрах из патрульной машины виден виляющий белый кроссовер, который был украден 43-летним мужчиной. На все просьбы остановиться водитель не реагировал. При попытке задержать транспорт автомобилист неожиданно ускорился и начал совершать опасные маневры. Служители закона приняли решение применить табельное оружие. И после предупредительного выстрела в воздух открыли прицельный огонь по колесам преследуемого. От полученных повреждений угнанный автомобиль на трассе занесло и развернуло. А уже после он съехал в кювет. После задержания выяснилось, что за рулем находился не похититель, а его 25-летний знакомый, который был в алкогольном опьянении. А сам злоумышленник сидел рядом на пассажирском сиденье. Результат показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,15 миллиграмм на литр. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мужчина, совершивший угон транспортного средства, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас все причины выясняются. Продолжается расследование. Трое детей пострадали в страшном ДТП. Авария произошла 23 апреля на трассе Улан-Удэ-Кяхта. Водитель Toyota Corolla не предоставила преимущества при повороте и столкнулась с автомобилем Toyota Premium. В результате трое несовершеннолетних получили травмы. После осмотра медработниками были отпущены домой. Базарышев, Евгений Павлов, Новости дня. Набор открыт. На службу по контракту можно пойти с 18 лет. При этом, если у будущего бойца нет военной подготовки, за территорию России его не отправят. Набор ведется для того, чтобы заменить людей, которые выполняют свои служебные обязанности в войске в частях и в пунктах постоянной дислокации. Учитывая, что сейчас не очень приятная обстановка у нас на мировой арене, сами знаете, что проходила мобилизация, люди уже участвуют в специальной военной операции свыше полугода. На уровне законодательного им предоставляется отпуска. Но все прекрасно понимают, что свежие силы – это всегда лучше. Отмечу, что те, кто изъявит желание пойти в армию по контракту в Бурятии, в основном будут проходить службу в нашей республике. В это время в Бурятии проверяют уровень физической подготовки военнослужащих, тем, кто быстрее, выше и сильнее положена прибавка к жалованию. Подробности в нашем материале. Отжимания, подтягивания на перекладине, жим штанги лежа и не только. Для определения быстроты военнослужащие сдавали на выбор бег на 60, 100 метров или челночный бег. Отличная физическая подготовка в вооруженных силах – это еще и финансовое стимулирование. За высший квалификационный уровень военнослужащий получает надбавку к зарплате в размере 70% оклада. А если военнослужащий также является мастером спорта и выполнил еще и квалификационный уровень высший, то он будет получать надбавку 100%. Для определения выносливости для военнослужащих провели кросс на 1,3 километра в зависимости от возрастной группы. А физические возможности в силе военнослужащих-связистов оценили в выполнении норматива в жиме штанги лежа и толчке 24-килограммовых гирь. Уровень физподготовки в бригаде я оцениваю достаточно на высоком уровне. Тем не менее, уровень поддерживается и даже из года в год он растет. Какой-то процент, но военнослужащие развиваются. Контрольные проверки по физической подготовке военнослужащие Восточного военного округа проходят регулярно. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня. Программа рассчитана на один месяц. В ее рамках будут проводиться открытые уроки мужества, лекции и тематические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Также будут занятия по робототехнике, тактической медицине, физической и психологической подготовке. Патриотический урок для жителей Селингинского района провел лично глава Бурятии. Алексей Циденов не только рассказал сельчанам об истории нашей страны, но и обсудил строительство школы в одной из деревень. Почему дети могут остаться без нового здания, знает наш корреспондент. Селингинский район. В 19 веке именно здесь образовалась одна из первых степных дум, взявшая на себя ответственность за местное самоуправление. И сегодня южное направление республики показывает экономический и социальный рост по ряду показателей. Визит главы неотъемлемо связан с вопросами развития Аймака. Село Харгана. Здесь вопросов много, однако первым делом урок патриотического воспитания для старшеклассников. Местные детишки уж точно знают, что такое патриотизм. В селе есть свои примеры и герои. Как Виктор Елбонов. Молодой воин отдал свою жизнь на специальные военные операции. Героический поступок нашего гвардии сержанта сохранил жизни многих сослуживцев. И об этом будут помнить. Как награду нашего героя. Мы с вами сегодня об этом еще поговорим. Все знали и все помнили. С первых дней в специальной военной операции участвовал. В военной операции. Ну, парень был очень хороший, следовательно. Улыбчивый парень. Сегодня, как раз, кстати, день его рождения. Ему до сегодня исполнилось 27 лет. Всего из Селенгинского района призваны либо добровольно. Были отправлены в зону проведения СВО более 300 человек. Сегодня село Харгана нуждается в новой школе. Старое в критическом состоянии. Сельчане как могут, так и поддерживают жизнедеятельность Альма-Матра. Где подкрасят, где подколотят. Но решения носят временный характер. У нас проектная сметная документация на строительство школы получена. Но мы не вошли пока еще не в такую программу. Поэтому мы очень сильно надеемся, что сегодня получим добро на строительство нового корпуса школы. Так как школа у нас уже аварийная. В следующем году школа отпразднует вековой юбилей. Шансы на то, чтобы отметить круглую дату. В стенах свежепостроенного корпуса стремятся к нулю. Все дела в сумме. Проектировщики объясняют, без этого нельзя, без этого нельзя, без этого нельзя. Давайте я не буду с вами спорить. Ну да, конечно. Я думаю, ваш проект за 500 миллионов выпошел. Сразу говорю, ноль. Вероятность того, что это получится. По этой смете стоимость обучения одного ребенка составит 5 миллионов рублей. Средняя по России составляет 3,5 миллиона. Поэтому шансы попасть в какую-либо программу тают на глазах. Однако в селе не унывают и обещают уложиться в нужную сумму. Только теперь вопрос о начале стройки откладывается на неопределенное время. Боярцы ДПФ Баттогармын. Новости дня. В Бурятии открылся второй на Дальнем Востоке завод по изготовлению консервной тары. Мощность комплекса рассчитана на производство 45 миллионов банок в год. Это обеспечит бесперебойную работу мясоперерабатывающего предприятия. Подробности далее. Завод по производству консервных банок размещен на базе мясного комбината «Бурятмяспром». Производственная линия изготавливает 500 банок в минуту. Стоимость проекта составляет более 100 миллионов рублей. Теперь все производство здесь на месте. Банка производится здесь. И это, во-первых, дает гибкость производству. Второе, удешевляет конечную продукцию, открывает новые рынки, повышает конкурентоспособность нашей бурятской тушенки и других производных. И, конечно, это дает развитие в целом республики. У наших улан-удэнских предприятий, а мы гордимся по праву, по-настоящему славное прошлое. Каждый коллектив, каждый сотрудник мясокомбината, ЛВРЗ, авиазавода, своим трудом в годы Великой Отечественной войны ковали, приближали победу. И тогда вот эти замечательные коллективы заложили основу того, что сегодня обязательно указанным президентом Российской Федерации нашему городу, должно быть присвоено звание и обязательно будет присвоено звание города трудовой доблести. Банки изготавливаются из тонкой жести. Это позволяет хранить тушенку более 9 месяцев. Тары, сделанные в соответствии с ГОСТом, за свою 200-летнюю историю завоевали почетное место среди производителей консервов. Открытие такого современного производства, очень необходимого производства, которое даст динамику производства продукции, снизит себестоимость продукции, а также даст возможность обеспечивать этой необходимой продукцией субъекты Российской Федерации. В строительстве нового цеха по производству жестяной тары помогали соседи из Монголии. Этим жестом они подкрепили дружеские отношения двух стран. Было создано совместное российско-монгольское предприятие, и ровно год могли, конечно, и быстрее. Все оборудование было готово уже в октябре месяце, но из-за ковидных ограничений наше оборудование не могло пересечь границу. И после снятия всех ограничений оборудование к нам поступило. В жестяной таре это будут готовые блюда, это будут новинки, деликатесные продукции из различного вида мяса. А также мы на сегодняшний день будем использовать ламистерную тару вместимостью 250 грамм. 100 грамм у нас уже имеется, мы выпускаем паштеты различных номинований в этой баночке. А также у нас будет баночка вместимостью 50 грамм. Производство автоматизировано. Это позволяет ускорить процесс упаковки как уже полюбившейся, так и новой мясной продукции. Легкое копчение, небольшое, легкое копчение натуральной щепой. Как вкусно? Вкусно, вот натуральный продукт, мясо есть мясо. Отметим, что сейчас в России насчитывается всего два завода по изготовлению тары для мясных продуктов. У нас осталось только производство банки в Магитогорске. И сейчас, скажем, у нас получается второе в России производство, выпускающее жестяную банку номер 9. И, скажем, если у нас Бурятия Месопром имеет мощность производства 36 миллионов банок в год, да, и смотрите, у нас уже двукратное перекрытие. По словам министра сельского хозяйства, важно, чтобы изначально Бурятия покрыла свои потребности в жестяных банках, а после снабдила тарой всю Россию. Татьяна Усольцева, Сергей Медведев, Новости дня. По графику, столица Бурятии вскоре получит новый аэропорт. Стройка идет полным ходом. Раскопали котлован, подготовили фундамент и вскоре предстоит работа по бетонированию. Подробности в нашем материале. 20 единиц техники и 50 рабочих. Стройка нового терминала в самом разгаре. Отработано более 4000 кубометров песка. И это только пятая часть. В проекте задействована современная техника, что позволяет производить наиболее точные расчеты. Здесь присутствуют тракторы и экскаваторщики с GPS, которые выравнивают котлован с точностью до 5-7 миллиметров. Как заверил менеджер, сложностей нет. Есть только работа, которую надо делать. На стройку терминала выделено почти 3,5 миллиарда рублей. Новое здание обеспечит пропускную способность до 600 человек. Сегодня аэровокзал пропускает в три раза меньше. Мы планируем, что уже в следующем году мы завершим строительство. И наши пассажиры будут пользоваться новым терминалом внутренних воздушных линий. То есть отсюда будут выполняться рейсы именно внутри Российской Федерации уже в 2024 году. Дизайн нового здания выполнят в восточном стиле. Что касается старого, то он продолжит функционировать. Правда, терминал послужит только для международных рейсов. Барец Депов, Новости дня. Утвердили зампреда, обсудили изъятие земель и присвоение Улан-Удэ статуса города трудовой доблести. Сегодня состоялась 29-я сессия Народного хурала. Подробнее о том, какие изменения внесли в законы, расскажет Мария Латышева. Депутаты хурала дали согласие главе республики на назначение Алдара Гулгенова на должность зампреда и руководителя администрации главы правительства Бурятии. Сегодня мы поняли, что человек действительно знает людей. И та молодежь, которая, допустим, в какой-то оппозиционной партии, у них есть право на жизнь, право в этой республике, чтобы они шли по карьерной лестнице, так же, как и во фракции «Единая Россия», допустим, чтобы не было никаких перекосов. И в этом отношении, конечно, понимание есть. Алдар Гулгенов рассказал об основных направлениях работы администрации и о перспективах. Уважаемые депутаты Народного хурала, все отлученные планы возможны только в плотном взаимодействии с вами. И я очень надеюсь на наше плодотворное сотрудничество и поддержку. Спасибо. Обсудили депутаты и земельный вопрос. В Бурятии остро стоит вопрос с нехваткой земель сельскохозяйственного назначения. Проблема в том, что земли в наличии есть, но никем не используются. Теперь решение найдено. Порядок изъятия, он прописан в федеральном законе номер 507, статья 5. То есть, грубо говоря, теперь правительство республики Бурятия имеет право принудительно изымать земельные участки и перераспределять их. Отныне период прохождения военной службы по мобилизации или по контракту будет включаться в стаж государственной гражданской службы. Решение приняли депутаты. Затронули и обучение детей, чьи отцы погибли на СВО. Мы оставили ту квоту, которая была у нас, и в случае нехватки мест в УЗИ, если в случае отсутствия квотных мест, то право за детьми погибших, детьми инвалидов первой группы, также остается на бесплатное обучение. Но это уже будет не за федеральный счет, а за республиканский счет. Такая поправка внесена. Теперь в Народном хурале Бурятии молодежные общественные организации могут исключить из реестра, если они будут признаны иноагентами. Вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса «Город трудовой доблести» депутаты поддержали единогласно. Все формальности, условности, все соблюдено. Наш город достоин этого звания. И поэтому сейчас это внесли в нашу повестку. И я думаю, что депутаты обязательно единогласно поддержат это. В Народном хурале Бурятии сегодня уточнили контроль за достоверностью сведений о доходах. Большинство из 40 вопросов сессии касались внесения изменений в республиканское законодательство и приведения их в соответствие с федеральным. Мария Латышева, Жаргал Цериндашиев, Новости дня. Между тем в Госдуму внесли законопроект о праве граждан вводить самозапрет на выдачу кредитов. Предполагается, что любой человек сможет установить для себя специальную отметку, при наличии которой финансовые организации будут автоматически отказывать в выдаче займа. Сделано это как раз для того, чтобы случаев мошенничества с оформлением кредитов стало меньше. То есть, если человек вообще запретит выдавать себе же кредиты, мошенник в принципе не сможет подать от его имени заявку и украсть деньги. Это особенно актуально, ведь люди умудряются зарабатывать миллионы, оформляя микрозаймы под чужими именами. Сейчас небольшой перерыв и вот о чем еще после рекламы. А вот разный мусор, эти бумажки, окурки и прочие вещи, это вы будете бросать. Убрали мусор с улиц. В Улан-Де состоялся общегородской субботник. Это и СММ-продвижение, это и полиграфическая продукция. Бизнес на творчестве. Ремесленники, маркетологи, дизайнеры и не только в эти выходные собрались на форуме креативных индустрий. СММ-продвижение, маркетологи. Смочек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Акция «1 плюс 1 в Абсолюте». Две упаковки пельменей «Золотой петушок» по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Для вкусного чаепития в Абсолюте. Купи печенье день и ночь, получи печенье особое в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Вашему ребенку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР! Сыр российский от Федорыча. Натуральный продукт сделан с любовью. Цена прозрачна, как стекло. То есть ее почти не видно. Клиентам сколько к нам пришло. Затраты было не обидно. Мы качество ценим превыше всего. И вам советуем одно. Стройпласт вам остеклит балкон и окна ПВХ поставит. Согласование и проект от нас получите в подарок. Звоните. Приходите к нам. Цену по-честному считаем. Компания Стройпласт. Телефон 4123. Лебедева 5. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Вы смотрите новости дня. Это прямой эфир. Продолжим. В минувшие выходные горожане вышли на субботник. Очистить город от прошлогоднего мусора собрались сотни улан-уденцев. Привели в порядок и сквер «Радуга». Кстати, совсем скоро он может преобразиться. Для этого нужны голоса улан-уденцев. Весна все всем показала. И самое время отправить прошлогодний мусор на свалку. Объявленный общегородской субботник. Самое время очистить улицы и парки от хлама и грязи. Сквер «Радуга» – излюбленное место здешних обывателей. Площадь парка большая, впрочем, пропорционально ее загрязненности. Среди тех, кому не все равно с граблями в руках, можно заметить первых лиц республики и города. Здесь любой человек должен своим примером показать, что он хочет сделать свою жизнь лучше. У нас чистота начинается в своем собственном подъезде, в своем дворе. А город улан-уденцев – это наш общий двор. Поэтому пример каждого гражданина – это замечательный пример. Всего за пару часов общими усилиями было вывезено несколько грузовиков. До отвала, забитыми мусором. Совместить приятное с полезным в компании хороших людей решила и глава Бурятии Алексей Цыдянов. Листья – это естественный, конечно, процесс. А вот разный мусор, какие-то бумажки, окурки и прочие вещи – это люди бросают. Если люди бросать не будут, то будет чисто. Я уже говорил, повторюсь о том, что чисто не там, где убирать, там, где не ссорят. Улицы, парки и все знаковые для улан-уденцев места убрали от хлама. И теперь самое время выбрать, для какой же территории настало время перемен. На сайте 03городсреда.ру можно выбрать объект, который будет благоустроен по-новому. Радуга – красивый склер из нашего детства. У меня, когда вторая дочка родилась, я жил недалеко и как раз водил сюда ее гулять, бегать, отдыхать, лазить по этим качелям, горкам. Я сам хочу и хочу, чтобы здесь появилась еще замечательная зеленая детская точка. Голосуйте за склер, радуга. На сайте среди претендентов на благоустройство – парк «Мемориал Победы» и склер «Радуга». Боевцы Дыпов, Алексей Ромашов. Новости дня. 20 кубометров или два грузовика. Именно такой объем мусора и сухой травы удалось собрать в сквере имени Синчихина в традиционный субботник. О том, кто вышел на уборку, расскажем в нашем сюжете. Во имя чистоты и порядка. С таким девизом на уборку вышло более ста человек. В планах собрать прошлогоднюю листву и убрать мусор, накопившийся за зиму. Приводим в порядок сквер Синчихина, чтобы всем было приятно здесь прогуляться, посидеть, отдохнуть. Силы прибавляются или убавляются? Прибавляются. Что вам дает уборка? Моральное и физическое настроение, бодрость, ну и гордость за то, что мы делаем. Как говорится, от мала до велика. Свой вклад в общее дело внесли ветераны клуба «Пилот», ученики 26-й школы и просто жители окрестных домов. Объем работы немалый, поэтому занятие нашлось каждому. Я думаю, мы за это время отведенное, и так сквер хорош всегда и чист, но приведем его, так сказать, в идеальное состояние, нарядное такое. Где-то подбелить, подкрасить мусор, сухую траву, листья, ветки убрать, камни какие-то накопились. Поэтому все виды работы, они уже определены, но весь инструментарий есть. Все, как говорится, теперь есть для успешного проведения субботника. Думаю, все знают о пользе зарядки по утрам. Это хороший источник энергии и настроения на весь день. Жаль, что многие не имеют такой полезной привычки, благо есть такие субботники. Тут и руки можно размять, и спину привести в порядок. Тем самым такие совместные уборки не только укрепляют здоровье, но и помогают улучшить общий облик города. Чувство выполненного чего-то хорошего, доброго, полезного, пользу принести людям, чтобы жили они в чистоте и радовались этому. Во-первых, это такое корпоративное мероприятие. Во-вторых, это вклад в наше благоустройство города. В-третьих, свежий воздух. Ну и вообще общение. Заряжаетесь энергией? Конечно, обязательно. Субботник продлился более двух часов. И, как обычно по традиции, после уборки всех участников ждали горячий чай и свежеиспеченные пирожки. Егор Кокорин, Алексей Ромашов. Новости дня. А в железнодорожном районе привели в порядок сквер имени Пушкина. С граблями и лопатами на уборку вышли депутаты и сотрудники аппарата городского совета. В любой город, в который мы приезжаем, мы видим в первую очередь, обращаясь внимание, какой все-таки чистоты этот город. И когда приезжают к нам туристы, гости, и видят, что город чистый, приятно же. И нам, как хозяевам нашего города, тоже приятно, что в нашем городе очень чисто. Поэтому желательно не только постоянно убираться, но еще и научиться не стоить. Потому что, судя по мусору, который мы видим, это вот крышки от бутылок, это бычки. А еще наши люди не привыкли убирать за своими питомцами. Работы на субботниках всегда хватает. После того, как сквер имени Пушкина благоустроили, горожане сюда потянулись. Это место является центром притяжения нашего железнодорожного района. Я сам родился и вырос на Шиковке. Здесь собираются наши дети, наши соседи, друзья. Конечно же, мы хотим, чтобы это место выглядело достойно. В целом же в железнодорожном районе во время месячника чистоты провели почти 250 субботников. В них приняли участие около 10 тысяч человек. Я живу в частном секторе, мы с соседями всегда принимаем участие. И вдоль забора я, например, лично всегда убираю траву и мусор. Потому что если мы не сделаем, то за нас никто не сделает. А пока горожане убирались в скверах и парках, эко-альянсы и управляющие компании ликвидировали пять стихийных свалок в районе. Теперь улан-уденцев призывают поддерживать чистоту. Иначе все усилия будут напрасными. Ася Касьянова, Максим Махалов. Новости дня. Ремесленники, маркетологи, дизайнеры и не только в эти выходные собрались на форуме креативных индустрий. Цель – получить знания от экспертов о том, как делать бизнес на творчестве. Подробности далее. То, что я делаю, это тоже креатив. Вот те же самые, да, тапочки. Они вообще же креативные получаются. Татьяна уже неплохо зарабатывает на своих изделиях из джута. Продает на ярмарках и маркетплейсах. Говорит, все натуральное сейчас востребовано. Для нее в форум креативных индустрий – возможность не только презентовать свою продукцию, но и понять, куда двигаться дальше. В некоторых регионах уже данные форумы проводились. Однако в нашем округе, я имею в виду Дальневосточный федеральный округ, мы одни из пионеров. Окружной форум состоится летом этого года. Здесь, в Бурятии, мы проводим в апреле уже. Достаточно масштабный форум. На нем зарегистрировалось уже порядка 300 участников. Среди участников – дизайнеры, архитекторы, рекламщики, фотографы и не только. А в качестве спикеров – почти десяток федеральных экспертов. В течение двух дней они учили предпринимателей продвигать себя в соцсетях, создавать личный бренд, делегировать обязанности. Сегодня я подготовила выступление по инструментам влияния в переговорах, как оказывать экологичное мягкое влияние. Большинство людей, они вот сомневаются, думают по поводу того, что можно как-то сманипулировать, какие-то вот используют такие секретные приемчики. Но в долгосрочной перспективе они не работают. И сегодня я буду рассказывать секреты, которые работают в долгосрочной перспективе. Как выстраивать коммуникацию, как выстраивать долгосрочное партнерство. Также прошли специализированные круглые столы. Дизайнерам рассказывали о нюансах работы с цветом, к примеру. Организатором форума стал Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной инициативы. Я как самозанятый не раз получала поддержку от Центра «Поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Это и СММ-продвижение, это и полиграфическая продукция. Если вы тоже планируете открыть свое дело или уже делаете первые шаги в предпринимательстве, в Центре «Мой бизнес» готовы направить и поддержать. Ася Касьянова, Бату Гармын, Новости дня. Управление капитального строительства Бурятии закупит 2 миллиона мальков омуля и выпустит в Селингу. Сделать это планируют в мае. Восстановление популяции эндемика проведут в рамках строительства дамбы в селе Наушке Кяхтинского района. Так будет компенсирован ущерб, нанесенный биоресурсом во время строительных работ. Потратят на закуп мальков более 5 миллионов рублей. Стальвира Оршур завоевала серебро на чемпионате Европы по вольной борьбе. Спортсменка выступала в весовой категории до 53 килограммов. В финальном поединке за золотую медаль она уступила шведке. Отмечу, что сейчас Стальвира выступает за Венгрию, а континентальный турнир проходил в Хорватии, в городе Загреб. В Улан-Удэ пройдет ярмарка столичной недвижимости. На ней можно будет пообщаться с экспертами, выбрать квартиру и подать заявку на получение ипотеки. Подробнее в нашем следующем материале. Купить квартиру в новостройке Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи уже в следующем месяце – это реально. На ярмарке столичной недвижимости эксперты помогут подобрать из более 300 программ банков России льготный ипотечный кредит с поддержкой государства по ставке ниже рыночной. Наш опыт проведения подобных мероприятий говорит о том, что многие жители регионов России даже не имеют представления о том, что покупка квартиры в той же самой Москве вполне реальна. Люди считают о том, что цены на столичную недвижимость запредельные, а ипотека неподъемная. На самом деле, если вы молодой, активный человек из региона и планируете переехать в столицу, то вы вполне можете себе это позволить. Цены на столичную недвижимость вполне сопоставимы с ценами на Дальнем Востоке. Например, цены на квартиры в Новой Москве начинаются от 6 миллионов рублей. На ваш выбор эксперты предложат более 50 жилых комплексов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Сочи. Расскажу о нашей компании, о наших проектах. Их достаточно много, поэтому подробно разберем 2-3 из них. После мероприятия обсудим детально каждый. Также хочу сообщить, что у нас огромное количество инструментов для реализации, включая рассрочки, специальные условия от застройщика, всевозможная ипотека и также присутствует субсидированная. Приходите, пообщаемся. Я вам расскажу, почему в ФСК покупать не только выгодно, но и безопасно. До встречи! Ярмарка столичной недвижимости пройдет 26 и 27 апреля в Бальном зале БГУ в 19.00. Андрей Слепнев, Новости дня. Не переключайтесь сразу после новостей на ТВКОМе международная программа «Восточный альянс». Вы узнаете, что интересного происходит в соседних регионах Иркутской области и Забайкальском крае, а также республиках Калмыкия и Якутия. Кроме того, вас ждут последние новости из Китая и Монголии. О них расскажут мои коллеги-журналисты. Не пропустите в 20.10. На этом у меня все. Еще раз коротко о главном. Сразу два пожара на кладбищах. Огонь повредил несколько захоронений. Убрали мусор с улиц. В Улан-Де состоялся общегородской субботник. Фундамент готов. В столице Бурятии продолжается строительство нового аэропорта. Бизнес на творчестве. Ремесленники, маркетологи, дизайнеры и не только в эти выходные собрались на форуме креативных индустрий. Наш выпуск завершен. Мы всегда готовы рассказать вам о самом интересном. С вами была Ася Касьянова. Берегите себя и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна гемотест». Пять базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Сочные фрукты в «Абсолюте». Яблоки всего за 69,90. «Абсолют» – гарант низких цен. Вкусная рыбка в «Абсолюте». Сельдь в масле всего за 55 рублей. «Абсолют» – гарант низких цен. Каждая 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Редактор субтитров А.Семкин